ребят привет всем жака херсон жака спам второе видео по игре и все как и обещали в этом видео расскажем вам о меню который обязан знать любой желающий играть онлайн или проходить карьеру неважно то есть заходите юси spotlight опускаетесь вниз в меню в раздел tutorial вот меню раздела tutorial им и мы смотрим вернее мы видим ну потому что мы смотрим да мы видим 10 видео которые я очень рекомендую ребята вам посмотреть давайте вместе с вами их посмотрим и разберемся значит 10 туториала 10 обучающих видео которые нужно знать то есть в данном видео показано показаны моменты как при помощи кнопок уходить от захвата вот до разных если вы видите что вот в данный момент видите душат ее нажимаете r2 и нажимаете стик вниз правый вверх вернее простите правый стик вверх вы уходите от захвата здесь рассказывается вот этот странное меню меню когда начинают ваши бойцы бороться захват и болевые приемы значит есть четыре направления используя которые вы можете выйти из захвата то есть вы смотрите если вы хотите уйти из захвата нажимайте влево вправо вверх или вниз правым стиком но это же будет и нажимать ваш оппонент чтобы противостоять вам то есть вам нужно менять направление в разные стороны смотрите то есть четыре направления если вы правильно будете нажимать то оппонент ваш ваш оппонент ваш соперник не сможет вас взять на болевой прием и вы уйдете выйдете с этого клинча боевого боевого левого рюда захвата но если вы неправильно будете нажимать то скорее всего бой закончится захватом и по вашим поражением вот как сейчас продемонстрировали второе видео расскажет нам именно как действовать когда когда вы делаете захват и болевые приемы зажимайте r1 и стиком влево вправо вверх вы выходите на болевой прием то есть любое направление в любом направлении зажали r1 и нажали влево вправо вверх вниз там идет уже болевой на руку на правую руку на левую руку на голову или на ноги неважно это как полукруги делать нет вот полукруги вы делаете уже следующий этап то есть сначала вы должны выбрать на какую часть тела соперника вы делаете болевой прием потом вот видишь она взяла руку и теперь есть вариант правым стиком при зажатой r1 не отпускаем при зажатой r1 мы правым стиком делаем полукруг вверх влево в полукруг вниз влево и полукруг право вверх и вправо вниз то есть это уже второй этап болевого приема сначала мы должны выбрать какую-то часть тела а потом уже дальше переходим очень большое внимание уделяется выносливости стамины ребят если стамины у вас нету то будет сложно сделать болевой поэтому смотрите что перед захватом перед тем как вы начинаете выполнять болевой у вас была полностью выносливость еще раз говорю четыре направления чтобы избежать болевого а в вашем случае сделать потому что мы рассматриваем как делать болевые четыре направления соперник будет избегать в четырех направлениях у него есть возможность избежать болевого когда вы видите вот начинает мигать красным видите в правой сейчас части мигает красным это ваш соперник пытается избежать болевого вы должны правым стиком нажать в ту же в том же направлении чтобы заблокировать видите он влево пошел вы правым стиком нажимаете влево вниз 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 то есть для того чтобы он не смог не при каких условиях выброса после этого когда вы заблокировали во всех направлениях вы используете левый стик жёсткий захват как он за но все равно на булево и нерава встретить эту бабу день чтобы она тебя завалила ребят следующем видео мы поговорим вам как защищаться когда вас повалили на татами и вы лежите на спине а соперник пытается вас добить зажимаем r2 для блокировки то есть если l1 у нас были для захватов для болевых то r2 у нас идет для блокировки ударов видите зажали и все блокируем теперь после того как серия ударов прошла нажимайте правый стик полукруг в любом направлении можно не только в правую сторону можно и в левую сторону вылазить и ваш персонаж начнет выбираться после того как вы вот так чуть-чуть выбрались зажимайте не зажимайте а клацайте левый стик чтобы подняться на ноги то есть в три этапа должно ваше действие состоять из трех этапов первый l2 блокировка ударов которые соперник наносит вам когда вы лежите после этого вы полукругом стиком пытаетесь чуть-чуть выскользнуть под него и как только у вас это получаете нажимаете левый левый стик подымаетесь на ноги принципе очень все ничего сложного вообще легко легкотня до теперь ребята нам рассказывают что если мы зажмем r2 и стик правый влево или вправо мы сможем соперника прыжать к себе тем самым не давая ему наносить удары по вам вот как это выглядит урасль прижали если же вы видите что зафиксировали сбоку или с другого направления вашу руку там или другую часть тела нажимайте r2 и правый стик вверх чтобы избежать в такой позиции вот в данной позиции я даже боюсь назвать не будем это спортивная игра зажать и l1 и правым стиком подымать вверх или вправо чтобы избежать вот такого вот захвата раз и все и прижал к себе да и прижал к себе и целуй фу-фу пидоры и я сдаюсь я не могу скидровать не ребят смотрите значит когда происходит вот такое нажимаете r2 и вниз то есть используйте все варианты блокировка высказывание теперь давайте рассмотрим как же атаковать если вы повалили своего соперника это наверное самое интересное да значит атака соперника производится при помощи четырех кнопок крестик квадратик треугольник нолик каждая отвечает за свой удар если вы хотите использовать как бы усиленные модифицированные удары нажимайте l1 и r1 или l2 то есть это разные вариации ударов для того чтобы наносить более ну быть более выгодной позиции для нанесения ударов вот так сидя нажмите левый стик вверх и удары уже наносятся более дистанционно то есть соответственно сильнее прям волок тем смотри да и при использовании модифицированных ударов так назовем их то есть удары которые используются при нажатии клавиш l1 или r1 более сильное не трать тратят больше выносливости но наносят больше урона вы видите он начинает просто локтями убивать чтобы поменять позицию захвата используйте правый стик по полукругу то есть вверх полукруг или влево в полукруг это вам поможет при том моменте когда ваш соперник пытается выскользнуть от вас как-то то есть удержать захват да для удержания захвата используйте правый стик полукруг вверх и полукруг вверх значит смотрите при нажатии клавиши r1 нажимаете стик влево вверх или вниз в любой в любом направлении и вы фиксируете как бы захватываете начинайте захватывать руку и потом можно просто переходить на болевой а чтобы перейти на болевой нарисована вот стик в любом направлении зафиксировали и на болевой лин смотри что новость захватил свою же ломают тебе же то есть разные варианты ребят есть захватов попробуйте все из них то что некоторые называют что за педики обнимаются на самом деле то это борьба ну по крайней мере педики так говорят наверно мы не педики мы просто боролись за ребят защита защита во время защита для того чтобы не оказаться на полу это самое лучшее то есть если видите что ваш соперник собирается вас бросить там кинуть на татами на пол предотвращать надо да вы нажимаете клавишу зажимаете держите клавишу r2 и нажимаете стик вниз и вот так это выглядит смотрите раз не надо меня бороть если же вас и вас все-таки кинули нажимайте легенько клацайте l3 то есть левый стик для того чтобы подняться уже качу они не перевели на русский язык почему я сейчас должен зрителям нашим рассказывать бессовестные электроник сарс у вас совести нету то переведу чуть позже ребят для того чтобы сделать бросок или уложить вашего соперника на спину будьте внимательны сейчас на это зажимайте l2 l1 использовать надо l2 l1 и правый стик значит смотрите мы зажали l2 l1 и при помощи стика не тут сейчас разные комбинации давайте по очереди зажав просто клавишу l2 а как вы помните во время удара клавиша l2 отвечает за удары в корпус то есть если обычный там квадратик и треугольник это удары там в голову руками тут зажав клавишу l2 вы будете наносить удары по корпусу также самые для того чтобы бросить уронить соперника вы зажимаете l2 и правым стиком ведете влево или вправо как как это выглядит ребят сейчас мы посмотрим вот так вы то есть вы захватываете его за ногу нажали l2 и сделали право рывок в ноги это получается правильно да ну получается в несколько этапов да то есть для начала вы должны сделать рывок в ноги правильные нажали l2 и вправо а потом как когда вы уже в ногах видите что вы схватили за ногу берете правый стик вы делаете просто им полукруг и у раз все соперник уже валяется если вы же сделаете по во время захвата полукруг влево они вправо то произойдет вот такой вот бросок разнообразно да да ребят теперь смотрите если вы не зажимаете не вы не только l2 а r1 то есть полностью левые ваши триггеры эти и нажимаете захват бросок при помощи клавиши l1 модифицированы усиленные удары то есть л2 л1 и стик нажимаете влево или вправо там уже как будет влево в данном случае то вы делаете именно подымаете бросок так да и бросаете вашего соперника для того чтобы встать сразу вы нажимаете левый стик и встаете так вот по броскам чуть-чуть разобрались как делать броски даже да давайте ребят посмотрим как надо защищаться во время клинча во время клинча ребят для того чтобы не пропускать удары то есть вы видите вас зафиксировали держит вашу голову и наносят удары чтобы избежать клинча зажмите r2 и правый стик надо нажать вверх то есть если мы уворачивались от броска от броска мы нажимали вниз правый стик то чтоб не сделали нам клинч нам надо нажимать вверх нажимать левую кнопку чтоб оттолкнуться от соперника держать r2 чтобы перехватить клинч и освободиться от него чтобы поменять разные позиции клинча то есть клинч бывает в разных позициях используйте нажатие r2 и правый стик влево или вправо то есть вот такой вот клич разное так движение во время клинча которые я не договорил мы сейчас рассмотрим посмотрим как делать лишь просто правый правый стик вы двигаете к игроку и он хватает да я знаю была позиция видишь то есть смотри ты нажал правым ну правым стиком вправо так нажал взял соперников клинч теперь используя правый стик то есть право полукруг вверх вверх право вверх ты меняешь захват используя влево полукруг вверх по часовой ты раз поменял в другую позицию типа потанцуем да и во время клинча наносите удары ногами при помощи клавиш крестик или нолик видишь если вы зажмете при этом клавишу l2 которая отвечает у нас за усиленные удары где за усиленный r1 за удары в корпус в корпус да вы будете наносить удары уже в тело видишь ничего себе ребра будете ломать нажимая правый стик в сторону и клацая эти же удары то есть комбинирует ты понимаешь сколько вообще комбинации можно комбинации вы наносите в голову посмотрите он локтем бьет в голову на коленку коленком извините да коленком коленкой коленкой короче учиться тут долго да поэтому поэтому надо это видео посмотреть да и все раз два да запоминаешь смотри зажал l2 и делаешь полукруг оп и положить его еще даже можно да то есть во время клинча можно сделать бросок такой подсечка такая да если же вы зажмете l2 и сделаете не влево стиком полукруга вправом то давайте посмотрим что произойдет произойдет вот такой вот захват ноги захват ноги и бросок теперь ребят при зажатых l2 и r1 делая полукруг вы делаете бросок такой фу комбинации вообще очень ума комбинации ребят поэтому комбинируйте видите он смотрите и бьет и коленом и в голову и по ноге потом можно сделать еще и бросок то есть очень много комбинаций ребят сейчас мы поговорим о защите во время ударов то есть о блоках для того чтобы блокировать удары вашего соперника держите клавишу r2 когда когда вы блокируете удары соперника стамина то есть выносливость по чуть-чуть тратится то есть постоянно блокировать и ничего при этом не терять не получится и вы блокируете все выносливость ваша тратится то есть более эффективный блок это блок сильный блок называется то есть надо нажать r2 и при этом нажать треугольник либо же квадратик то есть напомню что треугольник и квадратик отвечает за удары руками чтобы сделать сильный блок мы должны зажать кнопку блок и и нажать удар получается для того чтобы блокировать удары ногами сделать строн блок для ног корпуса вы нажимаете r2 и нажимаете нолик и крестик либо же крестик то есть видишь он корпус блокирует строн блок ребята стопроцентная защита если вы правильно если правильно и вовремя нажать строн блок то вы можете парировать удар то есть давайте посмотрим как это происходит смотрим соперник наносит удар рукой нажимаем r2 и нажимаем треугольник или квадратик уже зависит от той руки которая наносится удар посмотрите так же самое и удары ногами для того чтобы увернуться увернуться то есть есть блоки а есть еще у вороты помнишь как в боксе было да да в любом направлении клацаете так левым джойсиком вверх левым джойсиком вниз левым джойсиком назад или вперед и вы видите что можно увернуться так же само при нажатии левой л2 вот смотри у вороты просто не отпрыгивание а именно стоя на месте и уворачиваться то есть тут тоже очень много комбинации лучшая защита это нападение да но все равно о защите тоже не стоит забывать так что у нас еще в принципе все не внизу еще если я веню да внизу вот ребят последнее видео чуть это как наносить удары видео я думаю что уже все это знает но все равно давайте посмотрим значит удары наносятся руками при помощи квадратика и треугольника удары ногами наносится при помощи крестика и нолика чтобы модифицировать и усилить ваши удары не это чтобы модифицировать то есть разные комбинации не комбинации а виды ударов то есть треугольник это просто удар рукой крестик это просто удар ногой если вы нажмете влево и крестик или вправо и крестик то это будет уже совсем другой удар ногой то есть видишь при зажатой L1 или R1 вы наносите усиленные удары как бы при нажатии L2 вы наносите удары в корпус значит при зажатии R1 левого стика к сопернику и квадратика будет произведен такой выпад смотри бах супермен панч называется то есть это нажать надо R1 нажать вперед и ударить если зажмете L1 противоположную и влево и стик влево и удар при этом ногой да листиком фук с разворота это получается вертушка Ребят смотрите будьте внимательны вы не можете бить постоянно тем более если ваши удары блокируются потому как расходуется выносливость во время того как ваш соперник на полу лежит на спине используйте правый стик квадратик или треугольник чтобы совершить один из самых лучших ударов вот такой добивающих он такой эффектно выглядит вот это да хорошее то есть используйте разные сочетания разные движения чтобы наносить разные виды ударов для того чтобы вас было сложнее заблокировать то есть комбинируйте ваши удары ребят давайте на этом закончим такой туториал который все обязаны посмотреть чтобы знать как освобожаться от клинча как блокировать удары я думаю оно вам поможет продержаться чуть чуть больше чем надо во время сражения онлайн либо же с компьютером спасибо всех кто смотрит пишите комментарии подписывайтесь на канал всем пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч